Всем привет! Видео о том, как мы заказываем товары с сайта Алиэкспресс. Внизу, вот здесь, бывает отметено, что на вот этой крышке задней MobileChina. Не принципиально, конечно, но всё равно. Щёлкаем мышкой «Активировать кэшбэк» и нажимаем «Заплатить». Всем привет! Сегодня 13 марта 2017 года. И решил записать видео о том, как же мы заказываем товары с сайта Алиэкспресс. Попросили нас заказать телефончик с сайта Алиэкспресс, и я посоветовал заказать телефон фирмы Xiaomi. Множество на них обзоров уже в интернете появилось, на ютубе в том числе. И зарекомендовали они себя крайне неплохо. Начали их продавать в России официально. Поэтому было принято решение заказать телефон именно данной фирмы. Не стоит бояться заказывать на данном сайте, на данной интернет-площадке. Здесь представлена куча магазинов. В любых спорных вопросах Алиэкспресс становится на сторону покупателя. То есть всегда можно открыть споры, например, если пришёл товар какой-то не той комплектации, например, даже не того цвета, который вы заказывали. Можно всегда получить какую-то компенсацию. Сначала связаться напрямую, например, с продавцом, попросить у него компенсацию, выслать товар повторно, например, предоставив фотографии, если товар пришёл повреждённый. Если же продавец не выходит на связь, Елена не соглашается на ваших условиях, можно всегда открыть спор. Поэтому не бойтесь заказывать товары с этого сайта. Цены здесь очень, даже неплохие. Даже с учётом того, что сейчас на данный момент двойной кэшбэк перестал работать. Да, новость печальная. Сертификатов кэшбэк на данный момент, повторюсь, не засчитывается. Так, Алиэкспресс отменил такую привилегию. И сейчас мы пользуемся обычным кэшбэком, хотя он тоже получается довольно-таки неплохо, с учётом того, что сам товар стоит не особо дорого на Алиэкспрессе. Ну что ж, вот главная страница сайта Алиэкспресса. Например, я сейчас буду заказывать здесь телефон. Я уже выбрал магазин, поискал. Множество магазинов представлено здесь, как я уже говорил. Но выбрал я вот этот магазинчик. Единственное, меня смущает то, что работает он. Совершенно недавно открылся январь, 12 января 2017 года. Mi Global Store. Здесь я нашёл телефон, который меня просили заказать. Это Xiaomi Redmi Note 4. Модель на 32 гигабайта с процессором TK Helo X20. Это 10-ядерный процессор, достаточно мощный процессор. И здесь у этого продавца он стоит в среднем на 500 рублей дешевле. Цвет попросили меня. Чёрный. Выбираем стандарт, black, чёрный цвет. Цена не меняется, видимо. Вот она по отзывам. Я быстро пробежался, просмотрел, внимательно почитал. И все пишут, что приходит в течение двух с половиной недели. Очень хорошего качества. Ещё посмотрел по скриншотам. На телефоне нет пометки, что это Mobile China. Внизу, вот здесь, бывает отметено, что телефон на вот этой крышке задней Mobile China. Ну, не принципиально, конечно, но всё равно. Здесь я вижу, что её нет. Это тоже небольшой такой плюсик. Все положительные отзывы, пятёрочки. И этот телефончик я сейчас здесь и закажу. Как мы это делаем? Нашли телефон, нашли товар наш устраивающий. И нажимаем в верхнем правом углу плагин EPN Cashback. Вот таким образом, активировать кэшбэк. Щёлкаем мышкой «Активировать кэшбэк». И нас перебрасывает на точно такую же страничку. Выбираем стандарт Black 9914. Проверяем Redmi Note 4, 32 гигбайта, Helix 20. И добавляем я его в корзину. Вот она у меня появляется в корзине. Общая стоимость. И нажимаю «Заказать у этого продавца». Оплачивать я буду другой картой. Использовать сертификат я не буду. И полная стоимость 9,914. Жму «Подтвердить и оплатить». Оплатить другим способом. Яндекс.Деньги я выбираю. Удобно оплачивать Яндекс.Деньгами. И нажимаем «Оплатить сейчас». Оригинал Redmi Note 4. Платеж обрабатывается. Номер заказа 914 Яндекс.Деньги. И нажимаем «Заплатить». Товар у нас оплачен. Возвращаемся в магазин. Спасибо за оплату. Оплата прошла успешно. Время обрабатки заказа 7 дней. Еще я к нему. Мне попросили заказать стекло. И силиконовый чехольчик. Вот я нашел стекло для него. Ссылка будет в описании. Я не оставлю. Точно так же, когда заказываем стекло, не забудьте использовать кэшбэк, плагин. Активировать кэшбэк. Открывается такая же страница у нас сейчас. И закажем. И также закажем аналогичным способом и стекло. Единственное, нужно будет опять его подтвердить. Выбрать «For Redmi Note 4». Добавляем в картину. Нажимаем «Заказать у этого продавца». Также карту не буду использовать. Выберу «Яндекс.Деньги». Выбираю «Яндекс.Деньги». Здесь тоже самое. Платить карту или другим способом. «Яндекс.Деньги». «Оплатить сейчас». Нажимаем. Платеж обрабатывается. И нажимаем «Заплатить». Так, все прошло успешно. Еще мне нужен для него силиконовый чехол. Ту же самую манипуляцию проделываем и с силиконовым чехлом. Попросили меня тоже его купить. Вот, нашел я магазинчик продающий. Выбираем цвета. Здесь есть просто прозрачный. Есть прозрачное золото и черное. С черным оттенком. По отзывам, отлично подходит для Redmi Note 4. Как раз для Redmi Note 4. То, что нам и нужно. Точно так же. Челкаем по плагину. «Епэн кэшбэк». Активируем кэшбэк. Снова выбираю черный цвет. «Транспарринт блэк». Добавляем в корзину. Переходим. Заказываем. Так, я опять сертификатом платить не буду. Подтвердить, оплатить. Оплатить картой другим способом. Яндекс. Деньги оплатить сейчас. Все те же самые манипуляции. Ничего здесь страшного нет. Заплатить. Все. Вернуться в магазин. Все. Сейчас мы проверим наши заказы. Переходим в личный кабинет. И смотрим, что у нас по заказам. Платеж прошел. Проверяются. Стекло уже проверили. Ожидается отправка оригинальной. Xiaomi. Ожидается отправка тоже. 9, 9, 14, 83. И сейчас. Вот они наши заказы. Три заказа. И все в порядке. Вот он действительно. За телефон мы получаем кэшбэк 13,76 долларов. Сегодня посчитаем, грубо говоря, по 59. Курс на 13 число. Грубо говоря, 59. И берем 59, умножаем на 13,76. У нас экономили 800 рублей. 811 рублей. И вот два остальных. Здесь просто мне данных еще не прошел. Видимо. За стекло мы получаем 11 центов. И за силиконовый чехол 16 центов. 59. Умножаем на 27. На 0,27. И здесь мы еще получаем 16 рублей. 811. Вот так с помощью сервиса IPN Кэшбэк мы сэкономили на покупке. Порядка 820 рублей. Что ж, на этом все. И теперь остается дождаться наших посылочек. В частности, я дождусь, скорее всего, только телефончик. Запишу это видео. Расскажу о нем. Какое он пришел в состоянии. И тогда уже выложу его к нам на канал. Ладно, на этом все. Ждем. Встретимся недельки через три, я думаю. Всем привет. И вот пришел наш посылка. Телефон Xiaomi. Который мы заказывали 13 марта 2017 года. И пришел он 2 апреля. Получается, сколько? Чуть больше двух недель. Из Китая до России. Это очень хороший показатель. Хорошая скорость. Итак, что ж, посмотрим. Сегодня будет у нас, кстати, распаковка еще и чехла для этого телефона. Хотел я распаковать один телефон, но чехол пришел силиконовым бампер вместе с телефоном. И поэтому распакую заодно и чехол. Посмотрю, подойдет он. Потому что по размерам что-то мне не очень нравится. Какой-то он огромный. Возможно, это упаковка. Итак, его пока отложим в сторону и приступим аккуратно. Распакуем телефон, запакован он хорошо. Подзабал, как называется, надувная пленка, упаковка. И сейчас мы ее аккуратненько откроем. Достаем наш телефон. Здесь у нас больше ничего нет. Боже мой, все равно. И вот так это выглядит. Вот он сам наш телефон. Коробочка достаточно увесистая такая. Сейчас посмотрю, приближу. Xiaomi 4 Note. Как и заказывали. 2017 год. Производство 1 января. Январь, точнее месяц. 4100 у нас аккумуляторная батарея. И процессор Nelotec Yellow X20. Диагональ 5,5 дюймов. 3G, 4. Все. Есть 32 гигабайта памяти. Как и заказывали. Вот такая коробочка. Хорошая коробка, упаковка. И, как я и просил продавца, он положил переходник на и под евро розетку. Что ж, открываем. В принципе, обзоров по этому телефону уже хватает. На том же YouTube обзоров хватает. И что ж, он положил еще сюда пленку защитную на экран. Ему спасибо, конечно. Но я заказал для него и стекло. Стекло. Потому что телефон мне заказывал не для себя. Попросили меня заказать. Еще раз напомню. И попросили сразу заказать длинный бампер вот этот. И стекло уже. Что ж, вот он телефон. Заказывал я Black. Как все правильно в описании было. Вот так он выглядит. Сейчас посмотрим, пока я его отложу в сторонку, комплектацию коробки самой. Аккуратно все достаем. Все-таки мне его отдавать. Это я понимаю, у нас так запакованное руководство. Да, написано. Сим-карта. Сим. Доставать, наверное, сим-карту. Все это мы пока отложим в сторонку. И запакуем аккуратно обратно. Здесь у нас зарядное устройство. Микро-USB. И сама вот эта зарядка. Но она азиатская. Вот переходничок у нас. Отложим пока тоже в сторонку. Все, больше здесь ничего нет. И что ж, сейчас посмотрим. Сдирать пленку я не буду. Телефон такой достаточно. Убийся, если сравнить, если с моим леновой. Сравнить, если с моим леново 5-дюймовым, то он, конечно же, больше. Я думаю, он сейчас, наверное, не включится. Нет, включается. В черном сети, конечно, смотрится обалденно. И что мне понравилось у этого продавца, здесь крышка, здесь без надписи. Китай, 4G. И что ж, вот он включается. Мю. А нам нужен русский. Сейчас найдем. Вот он, русский. Выбираем русский. И листаем дальше. Место положения. И выбираем Россия. Напомню, телефон идет с глобальной прошивкой. Ничего прошивать уже в этом телефоне не нужно. Он полностью готов к использованию. Пишем пока нет. Добавить отпечаток пальцев. Пропустить. Печаток пальцев мы не будем добавлять. Вот он этот телефон. Тема. И что ж, попробуем поработать. Ага, вот он уже. Листается у нас. Настройка завершена. Все готово. Телефон готов у нас. Телефон, конечно, очень качественный. Ничего здесь не люфтит. Но я уже думаю, что это все давно рассказано, рассмотрено. Обалденный телефон. Мне он очень нравится на самом деле. Вот он, наш телефон. Все настроилось. Все работает. И сейчас немножко полистаем его. Сейчас попробуем подключить. Зайдем в Google. Проверим наш телефон. И что ж, сейчас зайдем на какую-нибудь страницу. Просто проверим, работает как работает интернет. Просто подкрываем странички. Моментально все открывается. Смотрите. Смотрите сами. Просто идеально. А сейчас попробуем найти какое-нибудь одно из наших видео. Например, одно из последних. Удав пьет воду. Удав пьет воду. Вот оно, наше видео находит. Сейчас посмотрим, как оно работает здесь. И вот сегодня вечер четверган. И наша лилушка находится в стадии римки. Вот оно пошло наше видео. Сейчас покажу, какая морщинистая стала. Видно, как складки уже на коже. Качество. Качество. Глаза у нее уже после бедения. Отличное качество. Экран здесь тоже Full HD. Единственная пленка. Начнется с самолинка. Снимать ее не хочется. Она, конечно, видимо портится. В принципе, рассказывать по телефону, это ей больше нечего. Это отличный телефон. Пришел он за чуть больше 2 недели к нам. И осталось посмотреть, как фотографирует этот телефон. И записать с него видео. Запишу с него видео, выложу кусочки фотографии. Также выложу. И это видео создавалось не для того, чтобы рассказывать об этом телефоне, какой он замечательный, прекрасный. Потому что обзоров их уже куча. Я хотел рассказать то, что покупать на Алиэкспресс не стоит бояться. Оттуда приходят качественные вещи. Доказательство тому, этот телефон пришел он за 3,5 недели примерно. И по очень выгодной цене. Посмотрите, сколько этот аппарат будет стоить в вашем городе просто в магазине. Так, сейчас пофоткаем его чуть-чуть. Режимы. Панорама, таймер, голос. Все это есть. Ночной режим. И давайте поснимаем на него немножко видео. Тут 13-мегапиксельная камера. Так, ну и что ж, по телефону все ясно. Он в отличном состоянии пришел. Полная комплектация. Все, что к нему полагалось, продавец не забыл. Полная комплектация. Никаких претензий к нему нет. И сейчас мы его отложим в сторонку. И посмотрю сам чехол, который пришел на него. Сейчас мы его тоже распакуем. Вот он. Аккуратно его открываем. Ага, вот такой коробки он пришел, оказывается. Вот он. Коробка, в принципе, товарного вида. Очень хорошо даже, что он в коробочке. И еще тут больше ничего нет. Обернута в пупорчатую пленку. Вот она пленка. Упаковка тоже хорошая. Попробуем открыть. Сейчас посмотрим, что написано. Note 4. Все правильно. Note 4. Аксессуар для телефона. Аккуратно его. Тут даже голограмм. Какая-то торговка. Точнее, какая-то марка стоит. Все как надо. Аккуратно его открываем. Достаем. И теперь попримерим к нашему телефону. Засовываем телефон. Чехол-бампер. И что я вам хочу сказать. Он идеально подошел. Смотрите по разъему. Все четко. Просто до милли... Да не то, что миллиметра. Да? Это микрометра. Отличный чехол-бампер. Смотрите, здесь разъемчики как сидят. Чуть-чуть его... Все. Все отлично. Все отлично подошло. Заглушка. Все здесь установилось четко. По кнопкам дальше. Теперь смотрим верхние разъемы. И они так же... Вот они. Они все сели идеально. И вот эти боковые кнопки. Тоже все идеально. Спасибо продавцу за... Такой чехольчик. Он отлично подошел для нашего новенького телефона. Я думаю, человек, которому мы его отдадим в руки, будет очень доволен. Отличный телефон. Отличный чехол. Осталось нам еще стекло к нему. Это стекло, как придет, я обязательно отпишу. Пишусь в комментариях и расскажу, какого качества на пришло. Подошло ли оно. И, конечно же, скину ссылку на того продавца, который его нам прислал. На эти товары, на этот телефон. Купили мы его за 9,900. 13 марта. 9,914, если быть точнее. 13 марта. Там, в принципе, вы уже видели в начале видео. Мы это все показывали. Плюс к нему, плюс кэшбэк 8,5%. Это в районе, там, 800 рублей. Получается, что купили мы его за 9,00. Не бойтесь заказывать товары с сайта Алиэкспресс. На этой площадке представлена куча интернет. Куча интернет-магазинов китайских с множеством хороших, интересных товаров. Смотрите наши обзоры. У нас есть обзоры по рыбалке. Если вы увлекаетесь террориумистикой, есть обзор для террориумистов, по туризму. И не бойтесь заказывать на этом сайте. Заказывать здесь выгодно. Во-первых, сами товары здесь дешевле, чем в России. Даже которые продаются в России. Не говоря о том, что у некоторых товаров интересных их нет в принципе в продаже. Плюс сейчас есть возможность сделать на эти товары еще и кэшбэк. Я зарегистрирован в кэшбэк сервисе EPN. Ссылку оставлю в описании. Там есть и мобильное приложение. Можно с мобильника также делать кэшбэки. Приходят деньги после заказа. Вот сейчас заказал я телефон. Прошло 2,5 недели. Мне он понравился. Все устраивает. Я его подтверждаю. Подтверждаю. Делаю подтверждение на сайте Алиэкспресс. И где-то через месяц эти деньги переходят уже после проверки самого Алиэкспресса по своей бухгалтерии. Они переходят на мой счет. Именно на баланс. Сначала они на счету лежат, как бы зависшие. А потом уже статус одобрено, когда получают. Это примерно через месяц после подтверждения. Они переходят уже на сам баланс. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на наш канал. Кому было видео интересно. На своем примере я показал вам, как заказать товар. Что это очень непросто. Пришел на почту в отличной упаковке. Ничего с ним не случилось. Посмотрите, сколько он стоит в вашем магазине. И сравните. Купил я его здесь за 9-100. Это было 13-го числа. 13-го марта. Но тогда доллар стоил еще дороже. Сейчас он, по-моему, даже чуть-чуть подешевле стоит. Все. На этом все. Видео получилось и так длинным. Всем пока. Подписывайтесь. Смотрите. Заследите за нашими удавами. Мы также снимаем видео про удавы. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok